Продолжение следует... Продолжение следует... На данный момент с большой долей вероятности можно предположить, что данный образец высокоточного оружия является одной из модификаций переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». На месте обнаружения не оказалось пускового механизма, встроенным блоком целеуказания, свой-чужой. Видимо, бандиты прятали данную комплектующую часть где-то в другом месте и рассчитывали принести ее с собой непосредственно перед применением. Для справки. Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника на встречных и догонных курсах в условиях воздействия естественных и искусственных тепловых помех. Комплекс был принят на вооружение тогда еще Советского Союза и стран Варшавского договора с 1983 года, а с 1994 года эксплуатируется бывшими странами соцлагеря более чем в 30 государств, включая Боснию и Герцеговину, Хорватию, Германию, Малайзию, Индию, Польшу, Сингапур, Сербию, Черногорию, Южную Корею и Сирию. В текущем году в Чеченской Республике аппаратурой одного из самолетов группировки федеральных сил был зафиксирован пуск ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса. Только по какой-то счастливой случайности поражение самолета не произошло. Следует отметить, что в ходе специальных мероприятий недалеко от места тайника была обнаружена пусковая установка аналогичного переносного зенитно-ракетного комплекса с признаками минирования. Саперами, входившими в состав группы, самодельное взрывное устройство было обезврежено. На данный момент органами Федеральной службы безопасности и прокуратуры ведется проверка, когда и как пусковые установки попали в руки бандформирований, действующих на территории Чеченской Республики. Не исключено, что это вооружение было брошено бегущей грузинской армией в ходе грузино-осетинского конфликта и подобрано членами банк подполья, укрывающимися на территории Грузии. А затем нелегальным путем было доставлено в приграничность Грузии и Тумкалинский район. Все это еще предстоит выяснить. Но уже сейчас совершенно очевидно, что в результате успешных разведывательно-поисковых мероприятий из арсенала главарей банк подполья, действующих на территории Северо-Кавказского региона, изъята боевая единица высокоточного оружия, способная поражать воздушные цели с высокой вероятностью. Тем самым удалось сорвать планы лидеров незаконных вооруженных формирований по совершению крупного террористического акта в период подготовки и проведения выборов в парламент Чеченской Республики 2-го созыва. Репортаж подготовлен пресс-службой объединенной группировки войск сил в Северо-Кавказском регионе при содействии пресс-службы 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Репортаж подготовлен пресс-службой объединенной группировки войск.